Микс Ньюс Добрый день и сегодня день добрых дел на радио Болтком, потому что это вторник, потому что в эфире программа «Зеленая лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссер Родион Золотарев. Гость в студии. Вот сейчас представим его. Приготовьтесь. Это главный тренер Рижской спортивной школы УШУ Кунфу, член правления Латвийской Федерации УШУ Кунфу, Роман Власенко и еще добавим, что он чемпион мира по УШУ Кунфу. Здравствуйте. У нас сегодня чемпионский день. Добрый день. А помогаем мы сегодня, наша программа помогает сегодня спасти ножки маленькому мальчику, совсем крошечному мальчику, ему три годика. Его зовут Кристерс, и ему очень срочно нужна операция сразу на обеих ножках, которую могут сделать специализированные в Московской клинике. И без этой операции будет очень-очень плохо Кристеру, потому что у него диагноз очень тяжелый. Это редкое заболевание. Это называют таких детей хрустальные дети, хрустальная болезнь. Если по-научному это несовершенный остеогенез, хрупкость костей. Откуда это берется, ну трудно сказать, сейчас исследования идут, но в Латвии таких детей всего несколько. Опыта лечения не очень много. И вот мама, наша мама маленького Кристера, которому всего три годика, нашла возможность провести операцию за границей в Московской клинике. И один раз они уже там побывали, и мальчик встал на ноги после этой первой поездки. А сейчас ему нужны две операции на ножках, чтобы вытащить металлические спицы, такие штыри, которые поддерживают кости, косточки. Но они уже, то, что у него в ножках было вставлено, оно уже стало мало. То есть они стали натирать, они стали вылезать через кожу, и это большие боли, и мальчик просто ходить не сможет, если этого не сделать. Телефон 93006384, наш обычный телефон зеленой лампы, работает всю неделю для трехлетнего Кристера. Стоимость звонка евро 42 цента. И напоминаем, что гость нашей программы сегодня, трижды чемпион мира по ушу кунг-фу, Роман Власенко. Буквально перед лигой появились заголовки «Латвийский спортсмен, чемпион мира по ушу». И этот спортсмен был уже приглашен к нам в программу «Зеленая лампа» на тот момент. Мы очень обрадовались, что уже сегодня в студию он придет к нам в трижды чемпионском статусе. Роман, расскажите, поделитесь впечатлениями. Вы с самолета практически примчались в студию. Из студии вы помчитесь и будете в 18 часов принимать экзамен, чтобы отобрать своих воспитанников, которые поедут на обучение в Китай и в Шаолинь. Расскажите, как оно трижды чемпионом стать? Для меня этот опыт прежде всего для собственного развития, для опыта. И я совмещаю эти ощущения с чувством переменной обстановки, какого-то путешествия. Но, конечно же, все самое тяжелое перед соревнованием происходит, потому что есть волнение. И потом уже гораздо приятнее ощущение, независимо от результатов. А вот что вы испытали в этот момент? Даже трудно представить. Вот, скажем, человек из Латвии приехал в Китай и получил чемпионский титул, мировой. Это же фантастика. А что вы ощущали? До своего выступления я боролся с легким стрессом, потому что каждый раз, когда участвуешь в соревнованиях любого уровня, конечно, когда чемпионат мира, ощущения более острые, но тем не менее каждый раз получаешь больше опыта и волнения меньше. И это одна из миссий, например, зачем важно участвовать в соревнованиях не только спортсменам, но и начинающим, взрослым, тренерам и даже сеньорам. А вот вы сказали, что вы считаете, что медаль, титул – это как лотерея? Ну, сам результат на соревнованиях – это я учу своих учеников воспринимать как лотерею. Титул – это, конечно, важно, но это вещь очень временная и, на самом деле, после этого жизнь не останавливается, а наоборот, она в хорошем смысле требует больших достижений, большего развития и нет предела совершенства. Ну, вот вы, наверное, же учите своих учеников правильно и неудачи воспринимать, и поражение – это в жизни тоже помогает, да? Да, это один из пунктов, зачем необходимо участвовать в соревнованиях. Именно понимая, что это лотерея, что сегодня можно быть конкуренцией больше, завтра меньше, и важно ставить перед собой цель быть сегодня лучше, чем ты был в прошлый раз, для себя, не для… То есть двигаться, да? Да, не для публики. Ну, вот вы очень скромный человек, мы видим внешне, да? Скажите, вот мы прочитали, что в мае наши спортсмены очень ударно выступили на чемпионате Европы по УШУ-кунфо в Москве и привезли какое-то невероятное количество медалей оттуда. То есть это вот ваши воспитанники? Расскажите, как вы там представили лотерею? Да, это не только были мои ученики, это была сборная команда, и было несколько моих коллег из разных клубов. Мне очень приятно, что мы готовились к этим соревнованиям совместно, дружно, и да, действительно, дети, кадеты, юниоры по достоинству заняли призовые места, и даже те, кто не заняли, они все равно выступили очень хорошо и достойно. Ну, просто вот это лотерея, там было больше конкуренции. Ну, тем не менее, 17 медалей, да? 6 золотых, 4 серебряных, 7 бронзовых. Вот Латвия получила, привезла домой. Браво, браво! Кого из участников нашей латвийской сборной вы считаете звездой сборной? Я считаю всех участников нашими милыми звездочками, мальчиков, девочек и старших, потому что, прежде всего, они встали и поехали. Они не побоялись этого опыта, этих переживаний. Конечно, им помогли родители, им помогла федерация поехать. Но самое главное, что они храбро, не побоявшись, поехали, даже зная, что еще не настолько хорошо подготовлены, как, например, остальные их друзья из клуба. Вы знаете, очень интересно, история семьи, которой мы помогаем на этой неделе, то, что случилось у них с ребенком, да, и то, для чего сейчас нужна помощь, это, в общем-то, тоже. Вот они нашли в себе силы не побояться поехать и попробовать сделать ребенку операцию, которую в Латвии не делают. И вот этот диагноз хрустальная болезнь, есть в Латвии несколько десятков таких деток, значит, мама изучала эту историю. Естественно, эти мамы общаются в каких-то своих группах, там, на форумах, в социальных сетях. Ни один из этих детей никогда не стоял на ногах и не ходил. То есть, это дети в инвалидных колясках, потому что они настолько хрупкие, что им не разрешают двигаться, чтобы, не дай бог, ничего не произошло. И эти родители, молодые ребята, они отправились, нашли в интернете информацию, отправились в Москву и прошли там этот курс реабилитации. Ребенок встал на ноги в три года. Ребенок встал на ноги, он ходит. Мы были у него в гостях, он очень шустрый, он подвижный. И это был вот такой же вызов, да, как вы говорите, что главное не побояться пробовать, не побояться делать шаг, главное двигаться вперед, быть в каком-то процессе, не опускать руки. Абсолютно верно. Там даже методики вот такие, да, которые предложили этой юной маме, не сковывать движение ребенка, да, не бояться ничего, а чтобы он двигался, ходил, передвигался. Конечно. Нет, здесь в Латвии сказали, что ребенка надо максимально, как под стеклянным колпаком, посадить его в эту клеточку, как вот этот манеж, чтобы сеточка, чтобы он, не дай бог, ничего. Там сразу же их отругали, сказали, что нет, надо учить его координации, надо развивать гимнастика определенной группы мышц, чтобы он держал равновесие, чтобы он не падал, и чтобы этих переломов было меньше. Этот малыш перенес уже 20 переломов на данный момент. В принципе, 100 переломов, это тоже, как считается по медицинским нормативам, до 100 переломов эти вот дети могут перенести. Ну, там как вот было, как рассказывала нам мама Крестера Рената, что до такой степени он был хрупкий, как у нее сравнение такое было, что он ломался, как веточки у дерева. Вот любое движение могло вызвать перелом, и даже во сне он однажды повернулся, и случился перелом. И она была в таком отчаянии, что, ну, просто, я уже не знала, что делать, говорит она. И вот это вот спасительное решение пришло. И они нашли смелость. И первую поездку, первый вот этот курс лечения, который поставил мальчика на ножки, им оплатил Российский фонд, который был привязан к этой клинике. Это вот тоже какое-то чудо случилось. Когда приехала семья из Латвии, да, и клиника сказала, надо как-то помочь мальчику. Обратились в Российский благотворительный фонд, и две операции по новейшей технологии, когда ему вставили вот эти штыри, которые растут вместе с косточкой, что не нужно каждый раз кромсать ребенку ноги. И курс реабилитации, после которого он встал на ножки, оплатил Российский благотворительный фонд. Но сейчас, к сожалению, они сказали, что они повторно не могут. У них своя возможность в России тоже своих, очень много детей. Сейчас возможностей и средств нет. Поэтому мама обратилась в благотворительный фонд Be Open, который, изучив все документы, открыл такой специальный проект для Кристера. И мы просим просто помощи неравнодушных людей. Ну, мы должны сразу сказать, что это дорогие операции. Ему нужна операция на левой ножке и на правой. Две операции. И их должны сделать очень быстро. Вот буквально в течение двух недель одна за другой эти операции пройдут. Как только деньги будут собраны. Стоимость одной операции 23 тысячи. То есть в случае Кристера надо умножать это на два. Это 23 и 23, 46 тысяч. Это очень большая сумма. Но мы будем собирать и надеемся, что мы поможем этому мальчику. Потому что время не ждет. Ему надо это очень срочно. Иначе будут плохие последствия. И, конечно, есть надежда. Родители подобрали весь пакет медицинских документов, чтобы претендовать хотя бы на частичную компенсацию стороны государства. Но юридически, формально им говорят, что эту операцию можно делать в Латвии. Но в Латвии не умеют делать вот по этой новой технологии. Да и сейчас мама показала нам. Она говорит, вот посмотрите, у него этот штырь через попу выпирает. И его можно нащупать рукой. Потому что этот вживленный в Латвии штырь короткий, а косточка уже удлинилась. В общем, вот такая... Таким родителям хвала и честь за их смелость и отсутствие страха, присутствие желания. Безусловно, любовь к ребенку. Но примеры подражания таким родителям я бы советовал очень многим. Наш телефон 93006384 евро 42 цента за звоночек работает в помощь маленькому Кристору. И еще хочу сказать, что это такая семья чудесная. Они совсем юные, мама и папа. И когда туда заходишь, понимаешь, что у них боль, у них вот эта вот очень тяжелая ситуация. У них такая трагедия, можно сказать, была. Но там столько любви в этой семье. Вы знаете, вот мы там посидели часик у них и прям как-то наполнились. То есть они вот и смотрят друг на друга, и счастье в этой семье есть. Да, вот всегда как-то все вперемешку в жизни происходит. Очень хочется им помочь. Напоминаем, что у нас в гостях чемпион мира, трижды чемпион мира по ушу кунг-фу. Вот для меня это вообще какая-то фантастика, я не знаю. Скажите, это же не только. Ну, то есть очень большую часть занимает, наверное, философия специальная восточная. Она занимает в том случае, если мы сами этого пожелаем. То есть это не регламентирует Международная Федерация УШУ или Европейская Федерация, и даже наша, Латвийская. Это право каждого тренера, учителя и педагога использовать эти знания для того, чтобы ученики развивались гармонично, благостно и более широко во всех смыслах. Потому что я не уверен, что просто физический спорт может принести успех, здоровье и счастье человеку. А есть какие-то основные, скажем так, заповеди человеческие, которые Вы стараетесь донести для Ваших учеников? Конечно. Ну, у нас в зале есть, висят заповеди, их много. Ну, они, можно сказать, в какой-то степени формальные, потому что их надо в них вникать не один день, не один год. Тем не менее, самое главное, это, ну, допустим, чтобы достичь результата в этом виде спорта, как минимум самодисциплина, ответственность, внимание, концентрация, культура поведения. Тоже глубже, глубже, отношения, любовь и так далее. Но все это перечислять бесполезно. Необходим практически опыт, который дети получают, и даже взрослые, не только на тренировках, но на различных мероприятиях, которые мы проводим. Но Вы как-то учите их определенному отношению к миру? Конечно. То есть, в смысле мировоззрения? Конечно. Конечно. Есть, безусловно, стереотипы присутствуют, витают среди людей, думая, что ушо – это только философия, либо, наоборот, красивый спорт, либо его искусство. Это все вместе, в совокупности, искусство, развитие. Один из видов, например, допустим, помимо йоги или еще каких-то направлений. И мировоззрение – это любовь и радость. Часто путают с религией. Говорят, ну вот, монахи-шаолининж занимаются ушо, значит, ушо религиозно или даосы, например. Ни в коем случае. Ушо занимаются все, весь мир – и христиане, и мусульмане. Это спорт, это красиво, полезно для здоровья. А философия, она простая – любить окружающий мир. Это наше мировоззрение – любить друг друга. За этим словом, конечно, тоже есть стереотипы, такие как доброта и жалость – это разные вещи. Люди путаются, родители путаются, неправильно детей наказывают. Это отдельная, наверное, тема. Но во всем этом мы стараемся регулировать. Есть процесс воспитательный также с родителями, общаясь с родителями, помогая им в этом. А вот скажите, менять мир или менять себя, что важнее? Конечно, себя. Себя? Конечно, себя. И вокруг тебя что-то изменится? Конечно. На практике, да? Однозначно. То есть три медали там, скажем, появятся, да? Ну, это уже зависит от целей поставленных. Моя личная цель, я поделюсь, приехать на соревнования и ни на грамм, ни заволноваться. Выступить настолько спокойно. А это очень трудно. И это развивает очень внутренне. То есть не достижение формальное, в смысле титула и медали, а то есть проверка себя, чтобы приехать на ответственные соревнования и быть спокойным. И относиться к этому. То есть это ваша цель? Чемпионская? Да, конечно. И в этом нет ничего такого сверхъестественного. Один раз можно занять место легко первое, другой раз очень трудно. Но это не значит, что на этом все остановилось, все закончилось. Мы вспоминаем, что наш гость Роман Власенко, трижды чемпион мира по Ушу-Кун-Фу, он тренер, главный тренер Рижской оперативной школы Ушу-Кун-Фу. И все про его деятельность в реги мы оставляем на вторую часть программы. Сейчас после перерыва продолжим и еще поговорим про Шаолинь с Романом, где он бывал. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаем, что в гостях у нас чемпион мира по Ушу-Кун-Фу и главный тренер Рижской оперативной школы Ушу-Кун-Фу Роман Власенко. А сейчас в начале второй части традиционно об итогах прошлой недели. На прошлой неделе наша программа помогала вместе с вами, помогала собрать деньги в помощь нашей, хорошо нашей знакомой девушке Кате, Кате Лебедевой, 28-летней Катюше, чтобы помочь ей оплатить невероятное суперустройство, которое мы назвали электронная рука. То есть у Кати парализованные руки, она только пальчиками может шевелить, она этими пальчиками работает на компьютере и старается как может. Катя Лебедева – это позитивный, чудесный человек, очень чудесный, но с помощью вот этого гаджета электронного, который ей готовы сделать в нидерландской клинике и укрепить к ее коляске инвалидной, она сможет и умываться, и причесываться, и брать предметы, и делать много таких вещей, которые для нас обычные и привычные, а для Кати это фантастика. И вот стоимость, конечно, этого гаджета очень большая. Мы собрали с вами половину суммы, мы собрали 8 128 евро, и было сделано 1762 звонка. Вот спасибо вам, правда, за каждый звонок. Эти звонки составили сумму 2201 евро, на счет поступило 5 927 евро. Ну, то есть нам еще надо собрать столько же, да, то есть 8 128 евро собрано, еще половина, и у Кати будет то, о чем она мечтает, и совершенно другая жизнь. Счет Катин по-прежнему действует, вы найдете его на наших страничках. Спасибо вам большое. Да, вы знаете, что мы очень волновались, потому что лига, праздники, и наши дикторы не работали, и вот только половина суммы, и мы просим заинтересованных лиц и компаний, и какие-то фирмы, потому что благотворительный фонд Be Open имеет статус той организации, жертвуя которой вы можете получить налоговые льготы. Просто когда вы задаете чеки, вы туда прикладываете вот эту банковскую распечатку, и мы просим все-таки поучаствовать дальше в Кате. Да, и напоминаем, что наш телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек, всю неделю будет работать для малыша трехлетнего Кристера, у которого диагноз хрустальная болезнь, да, хрупкость костей, и ему тоже нужны две операции на ножках, причем очень срочные операции, тоже просим вашей помощи, потому что семья никогда сама не справится, а малышу это очень-очень нужно. И напоминаем, что в гостях у нас очень интересный человек, главный тренер Рижской спортивной школы Ушу Кунфу, у него много всяких титулов, он член правления Латвийской Федерации Ушу Кунфу, он чемпион мира трижды, и приехал к нам прямо с чемпионата мира, прямо с медалями. Роман Власенко. И вот у нас вопрос за кадром возник, Роман, можно сразу такой несерьезный? А вы в детстве дрались? Да, конечно. Да, в школе? Да, бывало. То есть вы были таким хулиганом? Да, да. Как вы сейчас, вот смотрите на себя от того? Нет, знаете, я не был хулиганом, вот не был хулиганом, нет, я был хорошим мальчиком, но, к сожалению, очень хотелось доказать свои силы не только в спортзале, но и где-то еще, что повлекло за собой не очень хорошие последствия, я поэтому не рекомендую никому. Это неправильно, становится врагов все больше, желающих доказать, кто сильнее, но это… То есть это как цепочка такая. Цепочка совершенно верно, неправильная позиция. Роман, ну, ушу – это в том числе, конечно, и мировоззрение, и философия. Скажите, а у вас есть какая-то любимая восточная притча философская? Ну, одна из, например, мы говорили о том, можно ли изменить мир? Можно. Если ты сможешь изменить себя, тогда ты можешь начинать помогать кому-то. Без этого ни знания, ни сил у тебя не будет. И есть притчи, когда попросили мудреца объяснить уже начинающему больному мальчику диабетом, что сахар – это плохо, надо уменьшить количество сахара. На что он сказал маме «приходите через две недели». Таня – недоумение, он уже скоро заболеет, серьезно может умереть. Нет, «приходите через две недели». Через две недели они пришли, он сказал, он с ним поговорил, и через какое-то время произошли неожиданные результаты в хорошую сторону. Мальчик стал выздоравливать, потому что перестал кушать много сладкого. Мама спросила у мудреца, почему не сразу. Он сказал, что мне нужно было время, чтобы приобрести силу слов за счет того, что я сам перестал кушать сладкое. Ну, это такая, такой пример. То есть начни с себя. Да, конечно. А есть у вас фраза какая-то любимая? Я об этом не задумывался. Но я часто говорю своим ученикам следующие фразы. Желание, цель и отсутствие страха. Мотивация. Мотивация, да. Вот в восточной философии считается, что мы приходим в этот мир, мы ученики, мир нас учит. Какие основные уроки мы должны пройти? Как считается, что от нас ждет этот мир? Развитие в себе качеств, характера, с которыми мы приходим в этот мир, будучи несовершенными, слабыми. Доказательством тому являются обиды, ранимость, постоянная злость, гнев, желание отомстить. Или те же страхи, лень и многое-многое другое. И как раз не только ушу, любые виды спорта помогают стать более дисциплинированными, закалить волю и характер. Но, конечно, не везде можно уйти дальше, к сожалению, не во всех видах спорта. Многое зависит от поставленных целей. Романа, расскажите, пожалуйста, о ваших учениках. Кто к вам приходит и что вы с ними вообще делаете? И какие у вас там соревнования, мероприятия, праздники происходят? К нам приходит абсолютно на любой возраст, начиная с трех лет детки и заканчивая сеньорами любого возраста. И, конечно, для каждой возрастной группы своя программа. Это ценность и уникальность нашего искусства ушу, когда мы можем предложить много направлений различных для любой аудитории. В том числе для детей или взрослых, которые перенесли тяжелые травмы, операции, которым необходима реабилитация. Мы сотрудничаем с остеопатами, физиотерапевтами, так как сама программа, сама техника ушу, она способствует целостному развитию. Но кто-то хочет красивый спорт. Мы это можем дать, потому что мы официальная организация, и наш вид спорта признан в спортивном комитете. Программа лицензирована в Рижской думе и так далее. И, конечно, как это ни странно, может показаться многим. Я пропагандирую и маленьким детям, и подросткам, взрослым, и даже пожилым все-таки участвовать в мероприятиях и соревнованиях. Безусловно, разного уровня. Но это один из хороших, я считаю, путей для самопознания, для собственного развития. А вот вы говорили, мы за кадром чуть-чуть затронули тему, что детям сейчас очень многим просто нечего делать. Лет так и закончились занятия в школе, они болтаются на улице. У вас какие-то идеи в связи с этим есть? Конечно. Помимо того, что мы стараемся всегда помочь тем, кто к нам приходит в любое время года, возможно, из малобеспечных семей, мы делаем скидки и работаем с ними, в том случае, если у них намерения серьезные. Но сейчас, действительно, в летнее время, не все дети могут уехать в лагерь или, например, в деревню к бабушке. Кто-то все-таки вынужден слоняться по дворам. Мы с единомышленниками учредили общество ЦИСТ-Стенгаракс при поддержке самоуправления, полиции. Мы работаем над тем, чтобы привлекать внимание, приглашать в наши стены на бесплатные занятия подростков, детей. Потому что, действительно, они, к сожалению, без необходимой поддержки находят не самые лучшие приключения для себя. Ну вот мы звонки сейчас не принимаем, но вопросов будет множество. Куда обращаться и как узнать, где эту информацию получить? Да, мы находимся в ЦИСТ-Стенгараксе, совсем недалеко от Акрополя, то есть сообщение очень хорошее. У нас улица Агл, у нас 35, корпус 2. Здесь можно прийти, бесплатно попробовать любое занятие. Это право любого человека, ребенка и взрослого, чтобы понять, нравится ему это или нет. Твое, не твое. Конечно, и дальше уже определиться. Вот напоминаем, что наш телефон 9306384 работает для маленького мальчика, трехлетнего Кристера, чтобы помочь собрать деньги на дорогие две, но очень важные для него операции на ножках, чтобы он просто не потерял ножки. А помогает нам сегодня чемпион мира по ушу кунг-фу, прежде чемпион мира Роман Власенко. Роман, у Вашей федерации и у Вашей школы есть планы провести чемпионат Европы в Латвии. Расскажите об этих планах. Маленькая Латвия замахнулась на такую достаточно серьезную, амбициозную заявку. Да, это очень крупное мероприятие. Через неполные два года мы планируем. Мы сейчас работаем над сметами, над согласованиями. И, безусловно, без помощи государства и меценатов нам не представят возможность организовать все на хорошем уровне. Но, да, это признание мы получили от Европейской Федерации УШУ, от Международной Федерации, потому что мы регулярно проводим соревнования, как национальные, так и... Ну, самые крупные были у нас Балтийский чемпионат. Мы собирали чуть более десяти стран. И это был очень хороший уровень. Нам были благодарны абсолютно все участники. Причина – это отношение к делу, отношение к мероприятию, когда все должно быть организовано идеально. И поэтому мы сейчас пробуем еще выше подняться, ибо за небом есть еще небо, нет предела совершенства, повторюсь, как в соревнованиях, так и в проведении их. Будем стараться. А какой смысл Вы вкладываете в эту фразу «за небом есть еще небо»? Тот смысл, что нельзя останавливаться на достигнутом, и надо развиваться. А для Вас вот это вот следующее, другое небо? Вот смотрите, у Вас уже есть три чемпионских титула. Мировых. У Вас есть федерация, у Вас есть школа. Какое небо следующее для Вас? Привлечь больше внимания нуждающихся, помочь им, если они сами захотят стать здоровыми, счастливыми, найти цель, найти свой путь. Для самого себя у меня очень много планов. Еще много можно научиться в УШУ, много стилей интересных, много соревнований. И я планирую участвовать в чемпионате мира по... Также сейчас проходил чемпионат мира по традиционному УШУ. И в ноябре в Шанхае будет чемпионат мира по спортивному УШУ. Хочется учиться больше. Мы будем за Вас болеть. Спасибо, как тренер, как педагог. То есть это интересно, это целая жизнь. То есть не останавливается. А мы обещали в первой части программы, что про Шаолинь расскажем. Зачем Вы туда ездили, расскажите. Лично я туда ездил только для того, чтобы сравнить несколько известных брендов, не побоюсь этого слова. Это направление традиционного УШУ Шаолиньское, знаменитый монастырь Шаолинь. И Уданские горы, Уданское направление УШУ, которым занимаются даосы. А вот у меня такой совершенно дилетантский вопрос. Объясните, пожалуйста, как это возможно? Есть такие видеосъемки из Шаолини. Вот человек собирается ударить по бруску кулаком, вот он заносит руку и за сантиметр до этого, он даже не прикасается, брусок разваливается. Да, это более высокая степень мастерства. Я лично считаю, что такие вещи, такие способности, некоторые их называют скептики-фокусы, возможны. Поскольку я сам пробовал что-то подобное, я убедился на начальном этапе, что это возможно. Но моя цель не разбивать кирпичи, а развивать этот вид спорта более широкомасштабно. И напомним, что наша программа посвящена трехлетнему малышу, для которого в московской клинике, которая специализируется на диагнозе вот этих хрупких детей, ломкие кости, как вы говорите, стать нездоровым, конечно, но стать счастливым. Потому что в Латвии нет опыта работы с этой болезнью, чтобы вот… У нас все что-то редкое. Она редкая, несколько десятков всего детей, конечно, у нас нет ни исследований, ни аппаратуры, ни генетических каких-то лабораторий. В Москве это очень крупный центр. И там, понимаете, у них девиз такой, что при правильном подходе можно вырастить каждого хрупкого ребенка полноценным членом общества. И чтобы он был минимально ограничен вот этой своей болезнью, чтобы он получил образование, создал семью и стал счастливым человеком. И это возможно, то есть это не приговор. И среди людей с такими диагнозами есть даже спортсмены. Вот, к примеру, британская теннисистка-колясочница есть такая, Джордан Уилли. Она выиграла Уимблдон, да? И у нее вот эта вот болезнь – хрупкие кости. То есть невозможное – возможно. Просто нужно раздвинуть немножечко… Как говорится, замки. За небом найти второе небо. Я полностью поддерживаю эту идею. Это очень грамотный подход. Это очень профессиональный девиз. Повторюсь, вот мои фразы любимые – это желание, цель, преодоление страхов или неуверенности. 15 лет назад я получил серьезную травму, катаясь на лыжах. Я порвал полностью связки в коленном суставе. Мне сказал доктор, чтобы я забыл навсегда про спорт. Это уже, по-моему, мы слышали много раз от многих спортсменов. Как видите, результат через… Сейчас, ладно, но я скажу, что через 5 лет я полностью восстановился. Была операция, безусловно. Но, то есть было большое желание. Хотя у меня были мышцы тоже атрофированы после операции. Можно было сожалеть об этом, но это очень… Можно было смириться, а можно было… Да, это очень опасный подход. И я желаю всем родителям детей всегда верить и всегда работать и участвовать в воспитании. Особенно совместно с педагогами и тренерами. Вот у меня такой вопрос. Мы знаем, что у вас трое детей. Да. Три дочки. Расскажите, как вы их воспитывает? Или они вас? Кто больше кого? На самом деле мы все учим друг друга. И мои ученики учат меня. И дети, и взрослые тоже меня учат. Я абсолютно в этом всегда признаюсь им. Благодарю, что они есть. А дочки мои, да, это еще те провокаторы, когда необходимо выключить негативное качество жалости. И включить доброту, порой, и любовь суровую. Ну, конечно, воспитывать где-то, наказывать строгим словом и каким-то лишением. Но во всем должен быть баланс, безусловно. Но по большому счету, если честно, то достаточно любви и просто примеру. Необходимо пока подавать пример. И все будет хорошо. Мои дочки прекрасно себя чувствуют. То есть все на любви основано. Да. И мы тоже, естественно, наша федерация, и я буду обращаться к клубам, чтобы мы нашли возможность помогать Кристеру. И я сделал все возможное, чтобы оповестить об этом моих знакомых, друзей и тех людей, которые могли бы действительно помочь. Сегодня же вечером после экзаменов я этим займусь. Роман, а еще вопрос о титулах. Вам присвоена такая почетная мастерская степень Дуань, шестая. Мы посмотрели, что это самая высокая степень. Одна. Нет, это не самая высокая. Нет, в Латвии. То есть вы спортсмен в этом виде спорта с самой высокой вот этой степенью. А что это за звание? Что это значит? Это мастерская степень спортивная, которая показывает твой уровень профессиональный. Ну, на самом деле, в Латвии мы эту систему пока совершенствуем. У меня Дуань Европейской Федерации, УШУ. И я это говорю не для того, чтобы похвастаться, а пожелать всем моим коллегам и будущим тренерам, ну, опять-таки, развиваться постоянно. Просто до четвертого Дуаня мы сдаем экзамены, показываем свою технику, а потом уже награждаются за достижения какие-то, за развитие и так далее. То есть я хочу сказать, что важно постоянно работать, постоянно добиваться поставленных целей. И таким образом рост, он будет не заставить долго ждать себя. Вот наша программа подходит к концу, к сожалению. У нас очень интересный гость сегодня. И вот спортсмен такого класса, и педагог, и мастер, да, в общем-то. И все время постоянно звучали слова, что без любви ничего нельзя, без мира в душе и гармонии тоже ничего нельзя. Мы напоминаем, что наш телефон 930-6384 работает для малыша, для трехлетнего Кристора. Просим Вас сделать этот звоночек, как чашечка кофе стоимостью до евро 42 цента. А Романа, Власенко, мы просим сказать что-то на прощание тем, кто нас слушает. Самое важное. Да. Ну, очень хочу пожелать еще раз напомнить родителям, чтобы они участвовали в воспитательном процессе, не скидывали все на педагога, на учителя или на тренера. Потому что наш опыт показывает, что без участия родителей все тщетно. Да и всем хочу пожелать больше любви и развития самопознания, избавления от вредных привычек, плохих качеств характера, таких как обида, гнев и так далее. Пробуйте, занимайтесь йогой, ушу, чем угодно. Самый простой, кстати, вариант чуть-чуть себя улучшить, это сделать звонок на наш благотворительный телефон. Вот, между прочим, это первый шаг, безусловно. Да, 9-3-0-6-3-8-4. Трехлетний малыш, которому можно дать шанс стать счастливым человеком. Чтобы что-то получить, надо отдать обязательно. Информацию про деятельность нашей Федерации школы ушу и кунг-фу ушу и то, чем занимается Роман Власенко, наш гость сегодняшний, вы прочитайте на наших страничках и поймете, куда нужно обращаться при желании. Спасибо всем. На сайте НИКС-Ньюс в разделе «Зеленая лампа». Всего доброго, до встречи через неделю. Спасибо, успехов всем.